Пожарные тем временем настраиваются на борьбу с огнем. С конца апреля в нашем регионе объявлен пожароопасный сезон. Для специалистов МЧС наступает горячая пора. Не только в тушении, а еще и в предупреждении возгораний. Подробности у Михаила Светышева. Горячий в прямом смысле этого слова сезон в югре себя особо не проявил. Несколько ландшафтных пожаров случились на небольшой территории и были быстро локализованы без особого ущерба. По сравнению с прошлым годом обстановка в лесах и на полях спокойная. Статистику подпортили дачники. В Нижневартовске только за минувшие выходные произошло три пожара в садово-огородных товариществах. Граждане спустя зимний период прибывают на свои садово-огороднические товарищества с целью навести порядок, осушить помещение бани либо садового дома, для чего начинают топить печь. Это, как правило, делается в усиленном варианте на протяжении длительного периода времени. В результате этого происходит перекал печи и при несоответствии разделке или отступке печи происходит загорание деревянных конструкций и строений. В Нижневартовске с начала года горело 30 дачных домов. Ландшафтных и лесных пожаров здесь, к счастью, не случалось. Однако они произошли уже в Нижневартовском районе. На сегодняшний день на территории Нижневартовского района зафиксирован один ландшафтный пожар. Он произошел в поселке Зайцево-Речка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, конечно, мы наблюдаем снижение. Но это, наверное, связано с погодными условиями. Как раз-таки погода в 2024 году у нас более суровая. То есть лето наступит у нас гораздо позже, чем в прошлом году. Напомним, что виновникам возгораний грозит наказание от административного штрафа до возбуждения уголовного дела. А тем, кто поможет установить поджигателя, напротив, выплачивается премия. Постановлением Хантамансийского автономного округа номер 304-23 июня 2023 года установлено денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за предоставление информации достоверной о лицах, по вине которых произошел лесной либо ландшафтный пожар. Также пожарные просят югорчан при посещении лесов не разводить костры, пока деревья и кустарники не покрылись зеленью. В этот период они особенно подвержены возгоранию. Михаил Светажев, Сергей Заякин, Телли, радиокомпания «Югра», Нижневартовск.